здравствуйте вы смотрите амперметр с вами снова я александр трепетин и продолжаю рассказ о зарядных станциях компании автоинтерпрайз помимо мощных зарядных комплексов и более доступных и компактных айстейшн есть в линейке зарядных станций автоинтерпрайз еще одна модель самая маленькая самая компактная вот такая зарядная станция версия сингл сингл это значит с одним коннектором либо type 1 как на этой станции либо type 2 маленькая да удаленькая говорят про подобные изделия потому что несмотря на компактные габариты это зарядная станция способна выдавать очень серьезные токи на разъеме type 1 до 80 ампер на разъеме type 2 до 63 ампер может быть подключена как однофазной так и трехфазной сети но самое важное что ее можно использовать как коммерческих целях так и для личных нужд дело в том что эта станция поддерживает все существующие на сегодня варианты авторизации применяем его в станциях автоинтерпрайз и запуск по приложению и а и чип и даже рф айди метка если это необходимо ну и еще очень важный момент это то что данная станция абсолютно не боится любых погодных неприятностей корпус зарядной станции выполнен по стандарту айпи 65 классификация способа защиты обеспечиваемая оболочка технического устройства гарантирует полную защиту от попадания внутрь корпуса пыли полная защита от контакта пользователя с внутренними поверхностями устройства защищено от сильных водяных струй любого направления в принципе она способна выдержать даже погружение в воду на глубину 1 метр и уж сами понимаете что никакие дожди снегопады грады и так далее не повредят никоим образом этот самый девайс кабельный ввод здесь герметичен разъем который применяется в таких станциях тоже не боится воды никоим образом но про корпус я уже сказал внутри у этой зарядной станции контроллер компании автоинтерпрайз который содержит в себе встроенный узо устройство защитного отключения устройство защитного отключения электронное устройство которое отключает защищаемую цепь при прямом прикосновении человека к электрооборудованию находящемуся под напряжением или при повреждении изоляции и контакте к ведущих частей с открытой проводной частью данная зарядная станция внутри также содержит модем это устройство предназначенное для удаленного контроля и управления зарядной станции передает на сервер автоинтерпрайз через сеть мобильной связи информацию о состоянии оборудования и потребленной электроэнергией то есть ей можно управлять с помощью приложения автоинтерпрайз либо подключаться к ней это может же делать и кто угодно зарегистрировавшийся в приложении автоинтерпрайз владелец зарядной станции может с помощью того же приложения контролировать работу изделия может ограничивать ток который потребляет эта станция от сети и устанавливает различные ограничения для других пользователей однако есть еще одна версия этой самой зарядной станции которая может быть использована не только стационарно автоинтерпрайз предлагает еще вот такой интересный девайс корпус вроде бы похож но здесь совершенно другой смысл это мобильная зарядная станция которую можно брать с собой то есть она можно конечно же использоваться и дома в гараже там на даче так далее повесиваю на стенку и заряжать свой автомобиль подключив к обычной бытовой сети а можно взять собой то есть можно ее снять с основания положить багажник и забрать собой и в любом месте где вы остановитесь где будет источник энергии можете включаться в розетку и заряжать свой автомобиль но это ещё не все прелести данного девайса. В этом устройстве есть такая интересная штука, ручная регулировка мощности. Зачем вообще нужна регулировка мощности? Дело в том, что электромобиль способен скушать очень много, особенно та же Tesla 80 ампер кушает от такого же девайса и не подавится. Но не каждая сеть способна отдать такое количество электричества. Как правило, бытовые сети рассчитаны на 10, но максимум 16 ампер. Исключение, конечно, частные дома, где есть трехфазный ввод, там возможны больше допустимые нагрузки на сеть. Что происходит, если автомобиль способен скушать больше, а станция пропускает все, что хочет автомобиль, а сеть на это не рассчитана? В сети происходит просадка напряжения. То есть напряжение со стандартных 220 начинает снижаться, снижаться, снижаться и падает до какого-то критического значения. Если в сети нет специальной защиты от падения напряжения, а не перенапряжения, ведь бытовые сети, как правило, снабжаются только защитой от короткого замыкания. Так вот, если нет такой защиты, то происходит перегрев проводов, нагреваются они в точках контактов, и возможен даже пожар. Чтобы этого не происходило, все зарядные станции Auto Enterprise обязательно оборудованы ограничителями и защитой. Именно защитой от просадки напряжения. Если напряжение просаживается больше, чем на 15 вольт, станция автоматически вырубается, тем самым защищая вашу сеть, ваше имущество от пожара. Это здорово и классно. Но тогда вы не сможете заряжаться. Да, машина берет, сеть не может дать, станция все пропускает, а зарядка не идет, вырубается ваша сеть, срабатывает защита. Вот чтобы этого не происходило, предусмотрена регулировка мощности. В обычных зарядных станциях это осуществляется дистанционно. С помощью приложения владелец зарядной станции может ограничить ток, который пропускает через себя зарядная станция. То есть он подает команду с приложения, через сервер Auto Enterprise команда приходит на модем зарядной станции. Модем выдает команду на контроллер и ток ограничивается. Все здорово и классно. Но в этой станции модема нет. И поэтому это сказывается на цене. Она немножечко дешевле. Но так как нет модема регулировать нужно, то предусмотрена вот такая чудесная крутилочка. На лицевой стороне станции, на поверхности вместо экранчика, есть четыре светодиода, которые соответствуют предельному току, который сейчас установлен. 6, 16, 32 и 40 ампер. В дальнейшем для владельцев Теслы, которая способна кушать очень много, здесь еще будет позиция 80 ампер. Так вот, крутя вот эту самую регулировочку, вот мы выставляем нужное нам значение тока ограничивающее. И станция больше, чем вы установили, на машину не отдаст. При этом и машина заряжается, и вы всеми своими бытовыми приборами, которые много тоже кушают, тот же кондиционер, стиралка, микроволновка, можете пользоваться абсолютно без проблем. Сеть работает, машина заряжается, станция это позволяет. Вот такое вот преимущество у мобильной зарядной станции Автоинтерпрайз. Но вернемся к стационарному варианту этой зарядки. Маленькая, не значит слабенькая. Потенциал этого компактного решения отлично проявляется при подключении к зарядке Теслы. После того, как мы подключили этот компактный девайс к батареям Теслы, которые способны потреблять очень много тока сразу, мы видим, что отдача составляет 78,2 и 3,1 ампера при 216 вольтах. Это то, что сейчас кушает Тесла. Это порядка 17 киловатт сейчас выдает этот компактный девайс. Очень важно, чтобы сеть, к которой вы его подключили, способна была выдержать такие нагрузки. Вот такая она зарядная станция Single от компании Автоинтерпрайз. Конфигурацию выбираете вы. Все подробности по известному вам телефону или на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok